Европа сейчас стала перед такими исконно русскими вопросами, кто виноват и что делать. Кто виноват? Ну, судя по всему, Ангела Меркель, как символ успешного проекта Евросоюз, символ продвижения программ толерантности в Европейском Союзе, но ее, видимо, и назначат главным виновным. Что делать? И здесь опять возникает русский вопрос. Если не Меркель, то кто? И сейчас, я так понимаю, Германия подходит к этому вопросу крайне плотно, и ей придется решать этот вопрос. На нынешнем политическом небосклоне Германии, и это, кстати, вопрос германской аудитории, мне очень интересно это знать, просматриваются ли сейчас политики, которые готовы принять на себя такую глобальную ответственность за страну в таком непростом положении. А получается, что и за всю Европу в таком непростом положении. Вот к вопросу, что делать, я бы обратился к следующим моментам. Сейчас на поверхности проблем Европейской Союза и Германии лежат два момента. Это мигранты, это Brexit. Это действительно угроза очень серьезная. Есть громадное количество подводных камней, о них мы сейчас останавливаться не будем. Но это две вещи, которые, в принципе, определяют сейчас основное направление европейской политики. И в этой связи, мне кажется, что Европейский Союз, как и Россия под санкционным давлением со стороны США, если она не будет разрушена, европейский проект не будет разрушен, то он станет только сильнее. Именно поэтому, мне кажется, что Brexit с таким плохо скрываемым восторгом был встречен в Германии. Потому что континентальная Европа – это все-таки не Европа, растянутая еще и на острова. Это более консолидированная политика, более понятная финансовая политика. Помимо этого, возник вопрос создания в Европе нового финансового центра. А такая борьба отвлекает от политических эмоций и, в принципе, конкретизирует европейскую политику. И Германия здесь, скорее всего, будет играть лидирующую роль. Что беспокоит Россию в этой связи? Россию беспокоят две вещи. Первое – русофобия, которая насаждается в Европе как политик, особенно в Германии. И мы за этим очень внимательно следим, как вы знаете, в том числе и через русскую диаспору там. И второе – разрушение конструкции торгово-экономических отношений между Россией и Европейским Союзом. С, внимание, попыткой замены, подчеркиваю, попыткой замены такой же конструкции между Европой и США. То есть происходит вытеснение России из Европы. Нас это беспокоит не сколько по каким-то имперским причинам. Нас это беспокоит по вполне прагматическим причинам. Разрушать очень легко, восстанавливать и создавать что-то очень сложно. И в этой связи вопрос. Европейская экономика готова к тому, что, разрушив российско-европейские торгово-экономические отношения, она встретится с очень серьезными вызовами в свое себя, в своем экономической конструкции. Потому что совершенно очевидно, что у США на этот счет совершенно другие планы. И эти планы вряд ли совпадают по направлениям и по, так сказать, преференциям с американскими планами. Не для того, что называется, кровинушку растили, то есть выдавливали Россию из Европейского Союза, из Европы, а для того, чтобы, так сказать, передать кому-то неизвестно вот эти все преференции. И вот конкретный вопрос состоит в том, для того, чтобы создавать новую конструкцию экономики в Европе, требуются усилия и время. Но усилия, понятно, они будут прилагаться. Но есть ли у Германии в этой связи время, у Германии как у локомотива европейской экономики? Не получится ли так, что, совершив вот эту ошибку, разорвав отношения с Россией, Германия окажется в положении, вот в русской народной сказке, бабу разбитого корыта? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова